здравствуйте друзья сегодня 25 мая среда и сегодня как раз тот день после которого россия обречена стать банкротом напомню сегодня вступает в силу предписание министерства финансов соединенных штатов америки которые запрещают россии россии выплачивать через американские банки или в долларах проценты держателям ценных бумаг российского правительства то есть они не могут платить американцам не могут платить через американские банки не могут платить в долларах основными держателями из того миллиарда примерно такую сумму должно выплатить российское правительство по процентам в этом году основную часть составляют именно американские держатели этих ценных бумаг что это значит прежде всего это значит что второй раз всего второй раз за последние сто лет россия становится банкротом предыдущий раз это было аж при владимире или че ленине если я не ошибаюсь в 1918 году и вот опять как и на человека так и проблема то есть это достаточно плохо с исторической с моральной с точки зрения престижа что касается практической то россии как и любому другому государству для финансирования импорта необходимо заемные средства и вот теперь став когда она станет банкротом с этими средствами станет очень плохо когда же настанет конкретно банкротом ближайший платеж должен состояться этим летом то ли в июне то ли в июне на сумму примерно 370 380 миллионов долларов следующий будет в сентябре почти на 400 миллионов долларов короче говоря вот где-то в середине лета и наступит этот знаменательный момент россия станет банкротом тем временем поступает тревожное сообщение с восточной украины где идет битва за донбасс сконцентрировав значительное превосходство в живой силе по некоторым сведениям 7 к 1 агрессор ожесточенно пытается захватить север донецк и ряда ряд других населенных пунктов в этом регионе в бой идут насколько я понимаю последние резервы в плане живой силы а также техники по некоторым сообщениям вытаскивают из ангаров технику бронетехнику которая там стояла с 1960 года но прослужив советской армии которая полагаю было на голову на порядок выше нынешней российской армии я как-то с большим скепсисом отношусь к идее что то что было законсервировано в 1965 году будет безотказно работать сейчас это предание свежо предание но верится с трудом очевидно что агрессор торопится неся чудовищные потери почему он торопится на мой взгляд объяснение достаточно простое ну же почти почти открытый как бы по почти то факт что путин лично управляет боевыми действиями в украине на уровне вплоть до чуть ли не конкретных батальонных групп это очень плохая новость для путинской армады потому что человек он не сведущий военных делах как и большинство других делах в большинстве других дел которыми он занимается поэтому ничего хорошего для российских для хода военных действий российской федерации в украине это не сулит другое объяснение грядет юбилей путина 70 лет которое должно состояться 7 октября этого года и видимо к этому и планируется великая победа путина в борьбе с нацизмами прочими измами все весь этот бред вы помните да по поводу этому с помпой готовится ряд очень пышных мероприятий это должно выглядеть ну как наверное цезарь возвращается после великих завоеваний в рим и весь рим его встречает или как писал пушкин кричали женщины ура и воздух чепчики бросали по этому поводу населенном пункте левашова под питером говорят это где-то так 30 минут минутах езды от питера строится специальная взлетная полоса с подогревом вот туда должен будет сесть самолет путина на маршруте победителя который должен будет побывать и в питера и в москве ведутся строительство ведется невиданными темпами в бой брошено все силы и и средства ведут руководят строительством самые доверенные люди и вот к этому моменту наверное и должно произойти то что путин и его пропагандисты назовут победой судя из того что делают путинские войска в украине речь идет о том о попытках значит захватить в административных границах донецкую и луганскую область а затем вот этот перешейк в юг украины херсон возможно возможно какая часть запорожской области короче говоря и вот все это в крым и на этом значит будет провозглашен провозглашен провозглашена великая победа великого полководца было будет предложено перемирие или прекращение огня с последующими переговорами в надежде что украина и западные страны на это согласятся думаю что все это накроется медным тазом да даже не думаю я практически уверен в этом потому что ну вот в стремлении устроить себе такой вот яркий юбилей путин повторяет ошибки предыдущих советских военноначальников политических руководителей которые гнались не столько ввели военные операции не столько с точки зрения здравого смысла и реальной военной необходимости сколько с политической точки зрения и это неизбежно приводило к плачевным результатам то есть бой пошли брошены последней силой и живой силы и личного состава и техники и скоро будет острая будет испытываться острая не острая нехватка и того и другого в то же самое время полными темпами идет вооружение в ссу западной техникой сегодня допустим канада огласила поставку 20 тысяч снарядов для гаубиц м-3 7 сегодня же министр иностранных дел украины кулеба выступая на доводском форуме объявил что ему было обещано высокоточное оружие залпового установки залпового огня кстати я об этом говорил вам несколько дней назад когда рассказывала вам из чего состоит вот этот 40 миллиардный пакет помощи украине ну и помимо всего прочего к сожалению а может к счастью нельзя всего здесь рассказать в эфире но могу сказать что агрессора летом ждет большая неожиданность он встретиться с теми подразделениями украинских вооруженных сил о существовании которых он даже не подозревает и о мощи огневой мощи которых он 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 не имеет ни малейшего понятия так что я очень верю в то что к октябрю месяцу путина ждет не победа а унылая унылая необходимость уныло встретить печальную реальность я вам напомню что октябрь месяц он такой символический это не просто там путина просто так совпало что это еще и юбилей путина а я им говорил что по оценкам американских британских специалистов на основании анализа всех тех войн которые вела россия последним 300 лет и уж точно те войны которые вел советский союз в двадцатом веке если россия хочет выиграть вот сейчас ей нужно путину это нужно сделать до октября месяца если он не выигрывает до октября месяца дальше идет уже развитие дел к поражению которое в полной мере должно проявить себя стать очевидным середине лета следующего года опять-таки все понятно что исторические аналогии они условны применение каких-то статистических методов оценки к боевым действиям в разных условиях в разные исторические периоды тоже условно но тем не менее тем не менее огромное количество войн боевых действий их анализ свидетельствует о том что вот у путина к октябрь месяцу должно быть если он хочет юбилей отпраздновать должна быть победа а победой пока там даже не пахнет то что происходит на востоке украины это упорная борьба борьба на истощение но украинские вооруженные силы ведут достойное сопротивление без паники никто никуда не бежит если нужно отступают с тем чтобы потом вернуться и отбить захваченное накануне территории таким образом очень сомнительно что в октябре месяце путина ждет юбилей он наверное будет со слезами на глазах и подверждение тому я вот мониторию то есть читаем многие источники информации западные китайские в том числе это уже восточная невольно возникает впечатление о общем настроение на что висит в воздухе то ли гроза то ли хорошая погода нас ожидает и вот последние дни даже недели то что я наблюдаю в оценках аналитики эксперты они не осуне уже не обсуждает вопрос о том кто победит в этой борьбе то есть в этой войне в украине уже нет никого никаких сомнений единственное идут дискуссии о том что делать с россией как с ней поступить и обещал вам рассказать об этих дискуссиях я их так суммировал взял несколько статей которые предоставляют разные точки зрения их сейчас вам их изложу чтобы вы вы видели стратегию потому что вот говорят там иногда такие всхлипы слушается ах макрон козел опять там что-то там потребовал суверенитетом пожертвовать ах итальяшки что-то опять там воду мутит не говоря уже о шольце это недоперченные сосиски или так далее на самом деле ситуация не такая простая гораздо сложнее и так статья статья написанная обозревателем французской газеты le monde то есть человек она опубликовала ее financial times но обозреватель le monde то есть подразумевается что она хорошо знает французскую позицию и вот что она пишет она пишет что в настоящее время среди западных руководителей западных лидеров которые так или иначе причастны к во всей этой ситуации помощи оказание помощи украине в отряжении российской атаки агрессии сложилось две школы мысли первая школа мысли которые предоставляют представляет собой франция германия и в какой-то степени италия значит должен сказать что между первой школы и второй школы нет никакой разницы в главном вопросе обе считают что россия обязана понести поражение это даже не обсуждается разница между ними есть заключается в том то ли она должна понести поражение с унижением это должно быть униженное поражение то ли надо дать агрессору возможность какой-то степени тоже называется спасти свое лицо к первой школе мысли относятся соединенные штаты и великобритания которых блестящим высказался и президент байден сказал что пути не должен оставаться у власти а также подтвердил министр обороны остин который сказал что мы должны ослабить россию до такой степени чтобы она никогда больше ну не не никогда но в обозримом будущем а это надолго не было в состоянии повторить агрессивные действия против кого-либо из своих соседей тут все понятно поражение однозначное и с унижением с мордой извините за выражение в грязь вторая школа мысли также за поражение но ее представители прежде всего франция и германия исходит из того что нельзя растаптывать как сказал макрон нельзя унижать россию и это но не посвященным скажем так не посвященными может трактоваться как там предательство слабость и так далее на самом деле эта точка зрения имеет серьезные исторические стратегические корни и речь идет о окончании первой мировой войны и о версальской конференции которая закончилась версальским миром это версальский мир вообще была идея закончить эту войну как все предыдущие годы ну то есть чем-то страна поступиться может быть территории какой-то еще чем-нибудь ну вот и все без особого наказания но франция которая вынесла основные тяготы первой мировой войны а я вам напомню что немцы во время всей этой войны держали 60 дивизий на западный фронт западном фронте то есть против франции и всего 9 10 дивизий против россии 6 к 1 то есть основные тяготы первой мировой войны вынесли вынесла на себя франция и французы же понесли жесточайшие потери они были первыми кто подвергся в частности атаки с использованием оружия массового поражения имеется ввиду газы того значит французы они возмутились и требовали страшных репараций и по этому поводу пришлось переделать весь изначальный план это версальского соглашения и вписали писали репарации просто чудовищные значит их там несколько раз переделывали по мере развития ситуации вообще первоначально общее количество репараций тогда должно было составить около 417 миллиардов долларов это тех в то время долларов на самом деле за до 23 года когда 33 года когда гитлер пришел в власти уже было выпало выплачено более 90 миллиардов долларов то есть за какие-то там несчастные 13 лет тоже чудовищная сумма а вообще германия перестала платить последний платеж сделал только в 2010 году уже тогда когда восточная западная германия были едины то есть вот это бремя этих репараций легло на каждую немецкую семью причем каждая немецкая семья конкретно знала сколько она должна отчислить или сколько с нее ащип отщипят каждый месяц в пользу франции но и помимо этого значит там растерзали все вооруженные силы кораблей нельзя иметь подводных лодок нельзя иметь авиацию бронемашины нельзя иметь и самое главное нельзя иметь генеральный штаб еще и территории оттяпали короче говоря вот эта германия растерзанная этим миром мирным договором версальским в результате пришел гитлер к власти что произошло дальше мы все знаем и это знает макрон и шольц потому что их две страны через это прошли унизив франции унизив германию по версальскому миру франция полностью за это заплатила в годы второй мировой войны это было ее расплата за унижение германии в девятнадцатом году а вот после окончания второй мировой войны международная западная общественность поняла что так делать нельзя и поэтому развитие экономической и политических процессов после второй мировой войны пошло по пути включение не растерзание германии с германии репарации после второй мировой войны и и драл эти репарации все что возможно было драть только советский союз а ее включили в план маршала затем создали картель угля и стали это из-за чего возникла и предыдущие все войны между францией и германией цель была интегрировать германию в экономической жизни всей европы и таким образом вечного врага превратить через экономику в полноправного и нормального члена европейского сообщества вот такой подход был кстати к советскому союзу вернее к россии после крушения советского союза и сейчас эти две страны германия и франции это не считает что надо из россии решать также вопрос то есть она должна потерпеть поражение но не надо ее лицом в грязь не надо топтаться на ней потому что иначе может быть только хуже а хуже в тридцать третьем году гитлера не было не было ядерного оружия сейчас есть и бог его знает что дальше может произойти в россии то ли полный даже распад там все напичканы ядерным оружием но вы в общем вы понимаете в чем ситуация короче говоря вот такая точка зрения которая с моей точки вот для меня она свидетельствует практическом плане о следующем учитывая вот эту ситуацию то есть это не это не агентура кремля макрон и шольц это люди которые знают историю своих стран болезненную историю которая значит принесла много горе и крови обеим государством они пытаются сквозь призму своих исторических знаний и опыта решить вот так этот вопрос ну что и можно сказать сюда причем никто из них не ставит вопрос о том что украина должна для спасения или для не унижения россии что украина должна пожертвовать своими территориями об этом безусловно не может быть и речи то есть практическом плане для меня это значит что но не надо их обзывать последними словами надо разъяснять им грамотно другую точку зрения и пусть они помогают то есть они не против помогать вот итальянцы на последнем заседании контактной группы по украине то есть рамштайн 2 они заявили о готовности поставить гаубицы французы сказали что готовы поставить установки цезарь пусть помогают лучше ну хоть какой но все-таки союзник чем открытый враг или недоброжелатель но теперь мы перейдем к критике вот этой теории с которой меня она даже не пыталась это критиковать потому что вот эта статья которую я вам сейчас расскажу она опубликовала опубликована до того как сильвия кауфман опубликовала свою свою статью в financial times а это статья опубликована в журнале atlantic влиятельший американский журнал опубликовала его enna apple baun в общем то очень серьезный очень серьезный эксперт причем учитывая что в ее жилах течет и белорусская кровь и американская кровь то есть ее предки мигрировали с территории которая сейчас принадлежит белоруссии она замужем завидным польским политиком она работала в польше в великобритании в самых выдающихся политических изданиях соединенных штатов америки короче говоря это как пуанкаре это голова как как говорили пикельные пикельные жилеты так вот значит она разбивает вот эту теорию в пух и прах о том что но верьяна она спорит не стоит не с тем что нельзя у унижать россию она спорит с тем что это такая немножко другая другой нюанс этой позиции надо дать ему возможность съехать сохранив лицо так вот пункт первое которым она говорит а кто сказал что путин собирается съезжать и что он хочет сохранить таким образом свое лицо вы посмотрите он долбит на восточной украине он продолжает добиваться своих целей ему нужен триумф или то что может представить триумфом я вам только что вот сказал что он хочет да и вы наверное многие многие это подозреваете а теперь мы знаем зачем он тогда хочет 70-летие у себя подарок делает то есть нет никаких признаков того что вот он просто по ночам не спит и требует дайте мне возможность съехать затем ну хорошо даже было бы такое у него желание откуда у людей которые предлагают дать ему возможность съехать о чем-то договориться откуда у них не то что уверенность а даже серьезные расчеты на то что с путиным можно добиться и заключить соглашение которое он будет выполнять ведь вы посмотрите они же буквально я имею ввиду вот эти все кремлевские во главе с путиным они же нарушили с агрессией против украины они нарушили все что можно нарушить это несколько двусторонних договоров соглашений с украиной он они развалили хельсинские соглашения они растоптали у устав организации объединенных наций то что делает это солдатня путинская в украине это же преступление уже военное преступление преступления против человечества они растоптали залили кровью и изнасиловали фундаментальные международные конвенции которые касаются введение войны и о чем с ними разговаривать о каком сохранении лица или запасном варианте который мог бы дать путину шанс эту морду лица сохранить то есть надежда это все вилами по воде написано просто вилами по воде затем ну понятно путин вот час он делает себе подарок мы знаем что он безбашенный и что в голове там часто разруха а может быть чаще всего разруха он наверное считает что он может выиграть войну на истощение наивно полагая что украина поддерживаемая 47 странами мира 47 стран это те которые вот были на последней встрече рамштайн-2 или контакты группы по украине из них 20 которые оказывают прямую военную помощь и и экономическую и гуманитарную он по-прежнему считает что он может выиграть эту войну это в том случае когда вот это учитывая еще что вот взять 40 миллиардов которые вы сейчас выделили американцы плюс 13 с половиной до этого то есть 15 с половиной до 50 с половиной миллиардов долларов время продуман 40 плюс 13 с половиной 53 с половиной а военный бюджет последней российской федерации 66 на год то есть тут за несколько месяцев почти годовой военный бюджет российской федерации и помощи это будет еще увеличиться то есть только был больной голове может быть надежда что он может выиграть эту войну на истощение но он продолжает эту игру судя по всему значит то есть он верит в это следующий пункт хорошо ну допустим представим невероятное что путину можно поверить но посмотрите после того что путинские путинская солдатня натворила в украине и если если в результате как предлагают я кстати остановлюсь еще на генри киссингере если некоторые предлагают что может быть украине стоит поступить какой-то частью своей территории для достижения вот этого урегулирования то надо представлять себе настроение украинского общества украина в отношении в отличие от россии это не автократия если президент украины предложит после всего случившегося договориться о чем-то с путиным то большой вопрос как от этого на это отреагирует украинская общественность дальше то население которое если представить гипотетически что какая-то часть украины останется под оккупацией российской опять-таки где шансы что это население спокойно будет переносить условия оккупации вот этой вот этой вот этих орков которых мы теперь знаем как они даже в условиях временной оккупации что они делают с людьми которые оказались в их власти то есть наверняка есть серьезные шансы что местное население поднимется на партизанскую борьбу ему наплевать будет на какие-то соглашения которые кто-то от его имени коллаборационистское соглашение предательское подписал с кремлем то есть это все фактически все предположения и все исходные посылы на том что надо путину дать возможность чтобы он этим воспользовался для того чтобы съехать с сохранением своего лица и таким образом прекратить войну первое дело значит перестать стрелять а затем каким-то образом это все урегулировать все это разваливается как карточный домик просто как карточный домик таким образом вывод от applebaum войну эту надо заканчивать и единственный и возможный вариант более менее надежно закончить эту войну это полный разгром полный разгром агрессора и путина это единственная цель это положение должно быть военным оно должно быть экономическим оно должно быть геополитическим оно должно включать себя новую систему безопасности в которой будет присутствовать украина там же должно присутствовать расширенная нато по крайней мере за счет вот в самом ближнем ближайшем временном отрезке будет включать себя в новых членов в лице финляндии и швеции возможно будет включать себя новую структуру такую как вернее новая политическую реальность который будет противостоять старым старым членам группировки старых членов нато в лице франции германии примкнувшим к ним италии я имею ввиду польшу затем украину великобританию и страны балтии это новая молодая кровь на политической карте новая сила с новой бурлящей горящей кровью которая каким это образом оживит дряхлеющую европу и вдохнет в нее новую новую жизнь таким образом по согласно этой статье американская администрация полностью это поддерживает эту позицию и помимо всего прочего эта же позиция она дает возможность россии то есть тех здравых сил которые еще наверняка в ней остались их немного но в каждом государстве критическую роль играет его элита а вот в россии насколько я понимаю элита составляет как в любых других нормальных государствах где-то 10-15 процентов это те люди которые сейчас с ужасом смотрят что вытворяет их главнокомандующий автор статьи полностью отметает возможность угрозу применения путиным и его генералами оружие массового поражения это становится уже аксиомой слава богу в политических и военных кругах соединенных штатов и в кругах нато то есть единственное реальное оружие которое вернее она не реальное на мифическое оружие на который путин реально эффективно использовал в последние много лет то есть это бряцание ядерными причиндалами она фактически утратила свою значимость таким образом еще раз подчеркну вот эта точка зрения сейчас является преобладающей и с этим запад помогает украине я понимаю мне многие пишут что там сообщает с поля боя что оружие не хватает там то сям там не видно западной помощи ну я об этом говорил что главная задача сейчас одна из главных это доведение этой помощи или вооружение от пункта а пункт б надеюсь что в ближайшее в ближайшее время этот вопрос будет решен ну и помимо всего прочего необходимо какое-то время на тренировку этих солдат это нельзя делать на голом поле все это обозревали то есть возможно те люди которые не видят они находятся там где 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 это оружие пока не развернуто она будет там развернуто тогда когда наступит для этого время но есть еще одна интересная точка зрения с которой выступил в журнале foreign affairs специалист американский специалист по урегулированию в афганистане который говорит послушайте можно с россией сыграть такую же шутку как свое время сыграли с советским союзом и он медами имеет в виду урегулирование в афганистане окончания советской агрессии в афганистане урегулирования последующие после этого и так значит вы помните многие наверное представители старшего поколения помнят как феврале а вот и было 15 февраля 89 года сороковая армия танки впереди генерал командующим продон это 20 по моему 20 это армия было но не суть важно короче говоря во главе армии командующий громов через мост пересекает границу и докладывает что миссия выполнена такой достойный выход из войны на самом деле это был фарс потому что генерал громов накануне уже приехал в советский союз ночь провел в гостинице а вот это все это был спектакль там и так далее американцы помогли и талибы тогда талибов не было были муджахеды и талибы тоже помогли советской армии выйти оттуда без потерь потому что они хотели закончить просто побыстрее эту войну поэтому дали возможность вывести через ущелье где могли бы накрыть ее элементарно это было одно из главных опасений российского советского руководства о том что эта армия будет уничтожена при выходе из афганистана и в этом помогали американцы тоже затем последовала международная конференция где опять таки американцы с вместе с муджахедами могли поставить раз советский союз крайне унизительное положение но тогда советский союз возглавлял горбачев с которыми наладились хорошие отношения то есть на этой международной конференции были принято решение которое позволяли советскому союзу сохранить лицо то есть тот правящий режим который советский союз установил он согласно международной конференции оставался ну вот и все на этом она закончилась а затем началось самое интересное американцы начали поставлять еще в большей степени значит оружие на манджахедом и через некоторое время они свергли это правительство которое установил там советский союз то есть полный разгром полный разгром того что осталось после советского союза ну вот так и автор статьи говорит он вспоминает сунь цзы китайского военного теоретика который говорил это ему оказывается принадлежит идея что если ты хочешь установить прочный мир надо дать возможность твоему сопернику или противнику съехать из этой войны с тобой как он назвал на по золотому мосту имеется ввиду вот сохранение наверное лица автор статьи говорит таким же образом можно дать но не золотой мост а позолоченный который сейчас будет блестеть как золотой а через некоторое время он облупится и окажется что он гнилой и деревянный вот примерно как это было советским союзом вариантов для этого масса но один из таких же вариантов как советским союзом допустим опять так это чисто теоретически хочу еще раз вам сказать если вам рассказываю какой-то статьи это я не значит что я ее разделяю я просто вам рассказываю чтобы вы знали о существовании этой точки зрения и так одна из мыслей какая-то часть территории согласно возможному соглашению между украиной россии сохранится в восточной украине под контролем вот этих ордло как было ордло так и осталось допустим но ничто не поможет не помешает соединенным штатами другим западным союзникам продолжить помощь оказывать украине оружием как они сейчас оказывают это тем по прошествии некоторого времени украинские вооруженные силы перейдут наступление и выметут этих сепаратистов с захваченных при помощи российского агрессора территории вот один допустим один из таких вариантов повторяю речь идет не о том чтобы умиротворить агрессора речь идет во всех вот вариантах рассмотрения этого вопроса речь идет о том чтобы закончить эту войну с наименьшими потерями среди населения украины потому что это вот самая уязвимая категория людей которые страдают от развязанной путиным агрессии и хочу повторить еще раз что единственный человек который я вот читаю слышу которые сейчас я между из узнаваемых людей не фрик какой-нибудь из узнаваемых людей которые высказался по поводу того что может быть украине стоит пожертвовать какой-то своей территорией это генри киссингер совсем недавно выступая на доводском форуме виртуально вот произнес эту фразу ну что я могу сказать генри киссингер которого мы в американском отделе первом отделе пгл в свое время называли кисой он ему много лет уже но он по-прежнему слишком любит денег деньги и вот это играет с ним уже злую шутку пора где-то ну остепениться было бы его у меня такое впечатление ясность его мышление затем туманено слишком тесными связями с кремлем вот то время когда я работал в первом отделе и не даже раньше до того как я работал там это было во времена администрации никсона никсон только выиграл президентские выборы и искал себя на должность советника по национальной безопасности кандидатуру и вот в этот момент это было за где-то за пару недель до того как он нашел этого кандидата в первом отделе пгу был написан рапорт на имя начальника разведки о целесообразности включения господина кисинджера в агентурный аппарат пгу в качестве агента сотрудник первого отдела встречался с профессором кисинджером до этого на регулярной основе вели политические беседы от профессора получит поступала представляющий большой интерес информация к нему обращались с просьбами которые в рапорте были отражены как постановка задания которые он якобы выполнял там и так далее и только чисто из случайности бюрократической случайности так вот получилось что один из замов крючкова сказал ребята давайте подождем как-то на стремно а вдруг он будет назначен на должность в новую администрацию а надежды тогда уже были об этом и мудрый старый генерал сказал давайте подождем как-то так она стремно ну и решили подержать положили под стол вернее в сейф этот рапорт и не дали ему хода а буквально через две-три недели генри кисинджер стал советником президента никсона по национальной безопасности вот такая вот интересная история поэтому учитывая его давние с молодых лет контакты с кремлем и учитывая его очевидную очевидное неравнодушие к звону благородного металла будь то серебро или золото я бы не обращал особого внимания на то что над тем мысли которая сейчас высказалась потому что он находится в глухом одиночестве никто больше и серьезных политиков аналитиков повторяю я не имею ввиду фриков не подает идею о том что украине надо пожертвовать своим суверенитетом не говоря уже о территории для выхода из этой войны с путиным вот на этом позвольте закончить это видео слава украине слава ее доблестным вооруженным силам которые сейчас является главным актором который решает вопрос о судьбе россии путинского режима и лично путина пожелаю всем своим зрителям удачи и до скорых встреч дорогие друзья до свидания и